Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас на нашем уроке. Начнем урок с загадки. Кто загадки отгадает, тот своих родных узнает. Кто-то маму, кто-то папу, кто сестренку или брата. А узнать вам деда с бабой в офисе думать-то не надо. Все родные, с кем живете, даже дядя или тетя, непременно вам, друзья, вместе вы одна. Семья. Молодцы, ребята! Семья. Правильно. Тема нашего урока «Моя семья. Чем занимается моя семья?» Сегодня, ребята, вспомним, из кого состоит семья. Узнаете, как назвать ласково членов семьи. Поговорим, чем занимаются члены семьи на работе и дома. Из кого состоит семья? Разгадайте загадки. Он трудился не от скуки. У него в мозолях руки. А теперь он стар и сед. Мой родной, любимый... Мы? Да, конечно, дед. Или мы говорим ласково. Дедушка. Кто любить и не устает, пироги для нас печет, вкусные оладушки. Это наша. Конечно, бабушка. Кто нежнее всех на свете, кто готовит нам обед, и кого так любят дети, и кого прекрасней нет. Да, это мама. Он самый сильный и всех на свете умней. Еще он самый красивый и всех веселей и добрей. Конечно, папа. Я у мамы не один. У нее еще есть сын. Рядом с ним я маловат. Для меня он старший. Вы правы, брат. Еще одна загадка. Кто любит и меня, и братца, но больше любит наряжаться? Очень модная девчонка. Моя младшая. Кто же это? Да, сестренка. Или еще мы говорим сестра. Ребята. Ребята. Дедушка, бабушка, папа, мама, брат, сестренка – это близкие родственники. Мама и старшая сестра с виду вовсе не стара. С улыбкой спросят. Как живете? Кто в гости к нам приехал? Это тетя. Кто же с маминой сестрой приезжает к нам порой, на меня с улыбкой глядя? Здравствуй, говорит мне. Это дядя. Ребята, дядя, тетя и их дети – двоюродный брат, двоюродная сестра – это тоже родственники. Давайте познакомимся с семьей Артура и послушаем его рассказ. Знакомство. Знакомьтесь. Это мой папа. Его зовут Марат Тимурович. Он строит дома. Это моя мама Диана Асановна. Она работает врачом, лечит людей. А это мой дедушка. Его зовут Асан Асанович. Он печет хлеб. Вот моя бабушка Тамара Руслановна. Бабушка шьет одежду. У меня есть сестренка Ася. Она ходит в детский сад. Есть младший братик Керим. Он еще малыш. Вам понравился рассказ Артура о его семье? Я думаю, вы также хорошо можете рассказать о своей семье. А вы запомнили, что Артур рассказал о своей семье? Надеюсь, что да, потому что скоро нам нужно будет вспомнить, что он говорил. Давайте теперь поиграем. Игра называется «Один и несколько». Я читаю предложение, в котором слово в единственном числе. А вам надо сказать его во множественном числе. У тебя есть бабушка, а у ребят есть бабушки. У тебя есть сестра, а у ребят есть сёстры. У тебя есть брат, а у ребят есть братья. У тебя есть мама, папа, и у ребят есть мамы, папы. Ребята, а какая у вас мама, мамочка? Давайте подберем к слову мамочка слова, которые скажут, какая она. Добрая, ласковая, красивая. Давайте вспомним загадку о папе. Какой он? Сильный, весёлый, красивый. В семье самый старший дедушка. Дедушка какой? Закончите правильно слова, которые вы сейчас видите. Старый, седой, добрый. Бабушка в семье тоже старшая. Давайте правильно закончим слова. Бабушка какая? Старая, седая, добрая. В семье обязательно есть старшие и младшие. Поиграем в игру «Кто старше, кто младше». Надо сказать, кто старше, кто младше. Папа и сын. Папа и сын. Правильно. Папа старше сына, а сын младше папы. Мама старше дочки. Мама старше дочки, а дочка младше мамы. Бабушка старше папы. Бабушка старше дочки, а внучка младше бабушки. Папа и сын младше дочки. Папа младше дочки, а дедушка старше папы. Мы с вами хорошо поиграли. Молодцы. Послушайте стихотворение. Кто на свете всех милее и теплом своим согреет, любит больше, чем себя? Это мамочка моя. Мама, мамочка. Чем отличаются слова? Мамочка – это ласковое слово. Она показывает, как мы нежно и с любовью относимся к маме. Ребята, всем нам нравятся теплые и ласковые обращения. Поэтому давайте мы будем ласково называть своих близких. Посмотрите, как это можно сделать. Например, Артур – Артурчик, Ася – Асечка, а мама – мамочка, бабушка – бабулечка, дедушка – дедулечка, папа – папочка, брат – братишка, сестра – сестренка. Взрослые работают, трудятся, заботятся о семье. Помните, что Артур рассказывал о своей семье? Кем работает его бабушка, дедушка, папа и мама? Чем они занимаются? Я вам напомню, что они делают. Вы угадайте профессию родственников Артура. Ребята, папа строит дом. Кто он по профессии? Он строитель, молодцы. Мама лечит людей. Кто она по профессии? Она врач, правильно. Бабушка шьет одежду. Кто она по профессии? Она партниха, правильно. Дедушка печет хлеб. А он кто по профессии? Он пекарь, верно. Ребята, все профессии важны, все профессии нужны. И работа пекаря, печь хлеб – очень нужное дело. Хлеб для человека – ценный продукт. Ребята, давайте посмотрим, как изменяется слово «печь». Повторяйте вместе со мной. Я пеку. Ты печешь. Он, она печет. Мы печем. Вы печете. Они пекут. Бабушка, ты печешь пирожки. Дедушка печет хлеб. Мы печем вкусное печенье. Ребята, а что делает семья дома? Рассмотрим картинки и со словами к рисункам составим предложение. Мыть посуду. Кто моет посуду? Мама моет посуду. Колоть дрова. Кто колет дрова? Папа колет дрова. Стирать белье. Кто стирает белье? Бабушка стирает белье. Убрать комнату. Кто убирает комнату? Сестра убирает комнату. Учить уроки. Кто учит уроки? Брат учит уроки. Печь хлеб. Кто печет хлеб? Мама печет хлеб. Готовить обед. Кто готовит обед? Мама с дочкой готовят обед. Ребята, в чем отличие этих картинок от предыдущих? Правильно, на этих картинках семья отдыхает. Составим предложение. Смотреть телевизор. Смотреть телевизор. Брат смотрит телевизор. Читать журнал. Дедушка читает журнал. Собираться за обедом. Семья собирается за обедом. Выберите слова и скажите правильно предложение. Дедушка читаю, читаешь, читает газету. Бабушка вяжу, вяжешь, вяжет варежки. Давайте проверим. Дедушка читает газету. Бабушка вяжет варежки. Мама пеку, печешь, печет вкусное печенье. Я колю, колешь, колет дрова. Ребята, сегодня мы говорили о семье. Составьте кластер. Кто входит в состав семьи? Называйте папа, мама, братик, сестренка, бабушка, дедушка и, конечно, ты, то есть я. Вот какой кластер у нас получился. Сегодня на уроке мы говорили о семье. Кто живет в семье? Чем занимается семья? Узнали, как назвать ласкового члена в семье. На этом наш урок окончен. До следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok